Продолжение следует... 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 Потому что все-таки на сегодняшний день поликлиники по месту жительства не совсем решают, скажем так, этот вопрос. И тут мы каждый день встречаемся с такими, в общем-то, ситуациями, когда вот буквально позавчера, вот Мария Александровна, наверное, подтвердит, поступил пациент гемоглобин 41 грамм на литр, причем он был в поле зрения пациентов амбулаторного, врачей амбулаторного этапа. Сегодня тоже не намного лучше, в общем-то, 61 грамм на литр пациент поступает. И примеров этих можно было бы приводить и приводить, но тут самое главное, наверное, не посыпать голову пеплом, а все-таки искать, какой можно сделать выход. Вот на своем уровне именно мы можем предложить так называемый локальный вариант решения, тогда, когда врачу-хирургу первый раз пациент обращается где-то за 2-3, а иногда за месяц до госпитализации. И начинается непосредственно здесь, непосредственно обследование пациента и принятие решения об объеме оперативного вмешательства. И нам кажется, что на этом этапе уже активно нужно, и в частности, внедрять опыт врача и возможности врача-анестезиолога. Как это у нас осуществляется, мы с вами поговорим чуть попозже, но я должен сказать, что это очень важно даже не только для онкологических стационаров, но и непосредственно и любых других стационаров. Если мы увидим здесь на слайде данные, вы видите, что в гинекологии, в кардиальной хирургии, в кардиохирургии, в ортопедии, тоже очень высокий процент пациентов, идущих с исходной анемией. Выполнение, с другой стороны, гемотрансфузий, без которых на сегодняшний день обойтись весьма и весьма сложно, все-таки имеет для онкологических пациентов крайне отрицательный эффект, так как гемотрансфузия обладает иммуносупрессивным, то есть стимулирующим рост опухоли эффектом. Поэтому мы ищем способы, как можно попытаться заместить гемотрансфузию или уменьшить степень процента пациентов, которым мы выполняем гемотрансфузии. Если мы обратимся к этому слайду, посмотрите, пожалуйста, перепарационные трансфузии, сходы общей выживаемости и безрецидивной выживаемости при операциях на верхних отделах желудочно-кишечного тракта, рак пищевода, рак желудка. И вот эта непосредственно красная линия, она показывает нам, насколько хуже выживаемость у пациентов, как общая, так и безрецидивная выживаемость, если пациентам не переливалась кровь. Хотя мы сами понимаем, что выполнить гемотрансфузию выполняется по строгим показаниям, и есть многие пациенты, которым мы обязаны выполнить именно эту гемотрансфузию. И это перспектива также и ближайшего будущего. Когда говорят иногда на больших конференциях такие красивые очень названия, гемотрансфузия от рассвета до заката, ну, в общем, мне, как практическому врачу, на сегодняшний день так определенный скепсис вызывает. Без гемотрансфузии мы обойтись на сегодняшний день не можем, но мы можем и обязаны снизить по возможности их число выполнения. Кроме того, нужно помнить вот такой неблагоприятный тоже исход, который планируется непосредственно к 2050 году. Состояние донорства. Обратите внимание, уважаемые коллеги, что насколько будет критически состоять вопрос по донорству в ряде стран. А здесь представлены весьма развитые в этом отношении страны. И мы не берем здесь африканский контингент, где вообще катастрофическая ситуация с донорами. Кроме того, та ситуация, которая была два года назад, и отчасти она продолжается сейчас с инфекцией ковида, мы тоже не знаем, что представляют теперь пациенты, которые, доноры, которые перенесли ковид. Таких работ на сегодняшний день, в которых говорится четко, что именно происходит у этих пациентов, мы пока не видим. То есть это серьезная очень проблема. И в национальной онкологической программе до 2030 года, эта программа рассчитана, там есть специальный компонент, название его менеджмент крови пациента в онкологии в Российской Федерации. Мария Александровна уже останавливалась, что менеджмент крови пациента – это индивидуальный междисциплинарный подход к оптимизации лечения пациентов, которым может потребоваться переливание компонентов крови, направленное на получение лучших результатов исходов лечения. Я хочу подчеркнуть, что эта программа не на полное устранение гемотрансфузии, нет. Но эта программа направлена на индивидуальный подход к лечению каждого пациента, который позволит нормализовать или стабилизировать показатели красной крови до операции и уменьшить неблагоприятный факт, такой как выполнение гемотрансфузии. Если мы обратим внимание на низ этого слайда, то мы увидим, что согласно консенсусу, при лечении анемии перед операцией концентрация целевого гемоглобина должна составлять не менее чем 130 грамм на литр. И вот здесь, уважаемые коллеги, я вспоминаю одну из конференций, которую мы проводили, в частности, вела эту конференцию профессор Виктория Эдуардовна Хороненко, это заведующая научным отделом анестезиологии и реанимации Московского исследовательского института имени профессора Блохина, когда она спросила меня, а с каким вы показателем допускаете гемоглобина, допускаете пациентов до плановой операции? Ну, я честно ответил, это не менее 90 грамм на литр. Хорошо бы, если бы это был, когда мы говорим о выраженном анемии, 100 грамм на литр. И по лицам людей, которые были в зале, которые закивали, в ответ, что такая же ситуация, в общем-то, во многих стационарах и клиниках нашей страны. Здесь речь идет о 130 грамм на литр, что на сегодняшний день, конечно, стремиться к этой цифре нужно, но она пока на сегодняшний день малореализуема, во всяком случае, в той специальности, в которой я имею честь работать, именно онкология. Эта программа не концепция, это не один из методов лечения. Эта программа направлена на то, чтобы попытаться снизить число гемотрансфузий, сократить сроки госпитализации, снижение количества осложнений и увеличить выживаемость. И если мы с вами посмотрим на Гандлайн 2022 года, который, это непосредственно рекомендации американских авторов, я должен сейчас на них именно ссылаться, объясню, почему. Это две организации медицинские, организация кардиологов и непосредственно ассоциация анестезиологов. Это их совместные рекомендации, и в них эта рекомендация у пациента с выраженной сопутствующей патологией. И одна из рекомендаций звучит следующим образом. Рекомендуется определение уровня гемоглобина на предоперационном этапе у пациента, в котором запланировано некардиологическое оперативное вмешательство умеренного или высокого риска. Рекомендуется проводить лечение аномии при некардиологических оперативных вмешательствах на предоперационном этапе с целью снизить потребность переливания эритроцитов интероперационно. Следует рассмотреть использование алгоритма для диагностики и лечения аномии у пациентов, которым запланировано некардиологическое оперативное вмешательство. В 2023 году выходят схожие рекомендации наши отечественные по введению пациентов и подготовке в предоперационном периоде пациентов с выраженной кардиальной патологией при некардиохирургических операциях, но эти рекомендации созданы только одной ассоциацией – ассоциацией кардиологов. И вот, к сожалению, из этих рекомендаций, те рекомендации, которые я сейчас только что сейчас зачитал, они выпали, к сожалению. А с моей точки зрения все, что вот эти все три пункта, которые я зачитал, они чрезвычайно важны и должны использоваться непосредственно в практике. Наш опыт работы. Понимая о том, что мы имеем один койко-день перед операционного периода и получаем пациента с выраженной аномией, кроме гемотрансфузии, у нас никакого нет варианта иного. И с точки зрения подготовки пациентов с выраженной сопутствующей патологией, мы создали примерно следующую схему. Пациент впервые приходит в поликлинику, обращается на амбулаторном этапе в нашем центре где-то за 2-3-4 недели до оперативного вмешательства. Хирургам проводится оценка степени риска самой операции. А для оценки функционального статуса он, пациент, переводится к терапевту, если видит непосредственно хирург высокая степень риска и выраженная сопутствующая патология. И вот здесь очень важно, чтобы наши коллеги-терапевты, и надо отдать должность, что они достаточно успешно работают в этом направлении, они выявляют все клинические предикторы, которые указывают на степень непосредственно переносимости пациента или непереносимости пациента предстоящей операции, и в том числе выявление анемии. И на этом этапе уже начинается коррекция анемии, назначение препаратов для коррекции анемии. А анестезиолог подключается здесь уже на четвертом этапе в случае, если непосредственно мы видим, что есть один из клинических предикторов, который неблагоприятен для предстоящего оперативного вмешательства, либо есть также сочетание высокого риска хирургического вмешательства и непосредственно плохого функционального статуса. То есть участие анестезиолога здесь тоже очень важный момент. На предоперационном этапе можно определить уже вид непосредственно анемии, он определяется по ферритину сыворотки, насыщению трансферина железом, цирреактивного белка, и мы видим, что более чем в 50% выявляется железодефицит на анемии, а также определенный процент пациентов, у которых возникает анемия хронической болезни, без дефицита железа. Мы столкнулись с таким понятием, кроме анемии, еще как дефицит железа. И мы видим, что при непосредственно диагностике различных онкологических заболеваний распространенность непосредственно анемии, железодефицит анемии или дефицита железа достигает иногда до 59%. Чуть чаще это абсолютный дефицит железа, но также есть значимый процент – это функциональный дефицит железа. При химиотерапии процент непосредственно пациентов с дефицитом железа достигает 60 и более процентов. И здесь существует хорошая схема по практическим рекомендациям по лечению анемии при злокачественных новообразованиях, где в зависимости от функциональный или абсолютный дефицит железа или выраженная анемия, дается достаточно четкие рекомендации. Я сейчас остановлюсь более подробно на каждой из этих рекомендаций. Вот здесь очень важно обосновать выбор препарата и обосновать метод терапии. Если мы видим функциональный дефицит железа, то это внутривенное железо и непосредственно одновременно с терапией эритропоэтин, содержащими препаратами. Если это абсолютный дефицит железа, то это необходимо введение железа. И мы переходим, сейчас начинаем говорить о лечении тяжелой анемии 70 грамм на литр, где вы видите трансфузия эритроцитарной взвеси. 70 грамм на литр. Действительно, три препарата, по сути дела, три группы препаратов на лечение анемии. Это эритропоэтины, это железо, это трансфузия эритроцитов. Мы только что сейчас об этом сказали. А вот что касательно непосредственно, когда коррегировать тяжелую анемию. У нас немножко здесь такой более жесткий, наверное, подход к этому вопросу. Вот в русской записано тяжелая анемия гиббонглобин ниже 70 грамм на литр, трансфузия эритроцитарной взвеси. Но вот правило переливания крови, кстати говоря, которая, вот эта ассоциация анестезиологов, она опередила на несколько лет зарубежные непосредственно требования, которые точно такими же стали, вот как здесь на этой табличке отражены. Это, в общем-то, честь и хвала нашей ассоциации трансфузиологов. И посмотрите, здесь ориентировано не только на уровень гемоглобина, а мы ориентируемся на сопутствующую патологию. И, например, если у пациента дооперационная анемия и ожидаемая кровопотеря более 500 миллилитров, то уровень гемоглобина, который им позволяет переливать уже непосредственно выполнять трансфузию, он выше. Признак анемии и сочетанное заболевание с выраженной патологией 95 грамм на литр. А если острый коронарный синдром или нестабильная стенокардия, что чаще бывает у наших пациентов, то это показатель вообще 100-110 грамм на литр. То есть мы стараемся придерживаться вот этих показателей. Рекомендуемые дозы эритропоэст стимулирующих препаратов и принципы их коррекции у взрослых онкологических больных, получающих химиотерапию. В практических рекомендациях русско... Здесь вы видите, есть непосредственно препараты эпоэтин-альфа, эпоэтин-бета, эпоэтин-тета, Дарбоэпоэтин-альфа и четко изложены те дозировки, динамика наблюдения уровня непосредственно гемоглобина с уменьшением дозы. Это все хорошо прописано. И действительно нужно сказать, что хорошая очень частота ответов на этот препарат 50-70%, а если еще внутривенные препараты железа сочетаются с данной группой препаратов, это увеличение частоты ответа до 90%, снижение потребностей гемотрансфузии, улучшение качества жизни, неплохой ответ. Нужно помнить, что кому назначаются эти препараты? Это пациенты с симптомами анемии, у которых гемоглобин ниже 100 грамм на литр. Очень важен вопрос, кому они показаны. Они показаны, вот посмотрите, пациенты без химиотерапии. Если пациент идет на операцию без химиотерапии, они не показаны этим пациентам. Кроме пациентов с милодисплотическим синдромом. А кроме того, обратите внимание, что довольно длительный период, это 4-8 недель, то есть 2 месяца, это результат лечения. Результат лечения. Это несколько длительный момент. Но эта группа препаратов увеличивает риск тромбоэмболических осложнений. Возможно, уменьшает выживаемость, ускоряет рост опухоли. На сегодняшний день мне в литературе удалось найти 6 больших многоцентровых исследований, которые говорят, непосредственно подводят свои результаты по этому тезису увеличения риска тромбоэмболических осложнений и уменьшения выживаемости. В 4 из них это подтверждается версия, в 2 из них это не подтверждается. Но версия, она есть, и смотрим, 60 на 40. То есть влияние на выживаемость онкологических больных, возможно, неблагоприятно. Ну и то, что четко прописано во всех рекомендациях, это большинство экспертов считает нецелесообразным применением эритропоэтинов у больных, не получающих химиотерапию, за исключением пациентов, с миелодиспластическим синдромом. Если мы говорим о препаратах железа, у пациентов с предоперационной железодефицитной анемией или железодефицитом без анемии терапии следует проводить только препаратами железа. Рекомендованное применение внутривенных препаратов железа у пациентов, которые не могут принимать пероральные препараты железа ввиду их непереносимости, или если операция планируется в течение менее 6 недель после диагностики дефицита железа. То есть как раз это о той категории пациентов, о которой мы с вами говорим. То есть препараты железа внутривенные здесь показаны. Какие же препараты? В практических рекомендациях отмечено 4 препарата. Это железогидроксидсахаразный комплекс, железокарбоксимальтазат, железогидроксиддекстран, железогидроксидолигомальтазат железа. И здесь изложены четкие способы и дозировки применения этих препаратов. Препараты все хорошие, но мы всегда должны искать, какой препарат более оптимальный вот для той ситуации, о которой мы говорим. У нас с вами 2 недели на подготовку, как правило, в лучшем случае на догоспитальном этапе. Что можно использовать? Если мы говорим о декстранах, здесь есть один существенный у этих препаратов недостаток, они аллергогенные. Мы посмотрим с вами несколько слайдов чуть попозже. И второе, очень длительный период введения этих препаратов для достижения цели. Глюканат железа и сахарат железа в отношении того, что они менее аллергогенны, обладают потенциалом, но, с другой стороны, у глюканата железа это длительность непосредственно предоперационной подготовки, чтобы получить достаточный результат. А сахарат железа вроде бы здесь более оптимальный из этих трех препаратов. Возникновение аллергических и анафилактоидных реакций в основном связано с применением декстран-содержащих препаратов, даже низкомолекулярных. Это все клинические рекомендации по лечению аномии у больных со злокачественными новообразованиями. Использование препаратов, содержащих декстран, возможно только в стационаре с условием доступности оказания противошоковой терапии, и пациенты должны находиться под пристальным наблюдением врача во время введения препарата и непосредственно после него в течение одного часа. Если мы посмотрим с вами на физико-химические свойства препаратов, наиболее часто применяемых, сейчас мы не разбираем декстран, в связи с предыдущими слайдами, смотрим на сахараты, изомальтазат, карбоксимальтазат, представлены основные препараты, которые на нашем рынке есть, то непосредственно по сахарату мы видим недостаток у него какой? У него все-таки концентрация железа небольшая, и получить необходимый результат требуется больше времени. Отсутствие, или правильно сказать, минимальный потенциал развития аллергической реакции и довольно быстрый прирост концентрации железа свойственен двум препаратам. Это непосредственно карбоксимальтазат у железа на нашем рынке представлен. И изомальтазат железа это монофер. Расчетная доза препаратов, она проводится, непосредственно доза железа проводится по формуле гонзоне. В каждом из препаратов есть своя инструкция. Расчет достаточно прост проводится. Если мы с вами посмотрим на характеристику препарата железа карбоксимальтазата, то мы видим высокооднократная доза до 1000 мг железа. Быстрое введение 200 мг железа инъекция от этого потихонечку сейчас отходит. В основном это 1000 мг железа инфузии в течение 15 минут. Не содержит декстрана, производных декстрана, нет перекрестной реакции с антителами к декстрану и нет необходимости в тестовой дозе. Это очень хорошо. И мы, если посмотрим на этот слайд, тоже увидим, что прирост возникает у препарата уже в конце первой и второй недели. То есть, тоже этот препарат подходит для быстрой коррекции железа в предоперационном периоде. И, как мы видим из данной работы, 1000 мг железа карбоксимальтазата снижение частоты переливания эритроцитарной массы на 60%. Мы имеем опыт работы с карбоксимальтазатом железа. Мы использовали непосредственно ференжек и получили в целом хорошие результаты с приростом. Действительно, по данной слайде можно подтвердить, действительно, прирост железа происходит. Возможно, снижение в связи с этим и частоты переливания эритроцитарной взвеси в связи с тем, что и уровень гемоглобина становится более достаточным. Но, с чем мы столкнулись? Первое, это, наверное, не самое важное, и это не беда препарата, это, скорее всего, отношение непосредственно медицинского персонала. В инструкции карбоксимальтазата железа записано, что его следует применять в отделениях, имеющих необходимое оснащение для оказания неотложной медицинской помощи в случае развития анафилактических реакций. И вот, когда мы отправляли своих пациентов поликлинику по месту жительства с рекомендациями использовать в частности карбоксимальтазат железа, то из пяти четверым отказывали, видя это в инструкции. Сейчас понятно, что очень боятся все юридических аспектов, и если это записано в инструкции, а выполнить поликлиника по каким-то условиям это не может, то идет отказ, и, кстати говоря, при этом совершенно спокойно используются декстраны в ряде случаев, которые более опасны с точки зрения возникновения аллергической реакции. Но то, что нас остановило, и мы все-таки сейчас не стали так широко использовать этот препарат, карбоксимальтазат железа, потому что карбоксимальтазат железа ассоциируется с тяжелой гипофосфатэмией. И обратите внимание на года этих исследований, 2020-2021 год. Итеология гипофосфатэмия в онкологии, она связана в первую очередь со снижением употребления пищи и снижением непосредственно кишечной абсурдции, а также той терапии, которая проводится пациенту, в частности химиотерапии или в ряде специфических непосредственно онкологических заболеваний, они тоже влияют, непосредственно создают гипофосфатэмия сами по себе. Патогенез гипофосфатэмия, который связан с внутривенным введением железа, следующее, выведение фосфатов с мочой регулируется фосфат уремическим гормоном, фактором роста фибропластов 23. Внутривенные препараты железа вызывают резкое повышение этого фактора роста, а также тяжесть гипофосфатэмии в данном случае зависеть будет от уровня самого факторов роста, а также от скорости клубочковой фильтрации. Вот обратите внимание, при хронической почечной недостаточности, что само по себе вообще нехорошо, а в данной ситуации гипофосфатэмии это возникает реже, но это по большому счету, в общем-то, не такое уж и большое, наверное, благо, да, потому что почечная недостаточность есть, от нее никуда не уйдешь. Кроме того, фактор роста фибропластов 23 блокирует активацию витамина D, это приводит к гипокальциемии, повышению функции непосредственно паратериоидного гормона и возникает каскад такого феномена, как 6-энч-сидрома, да, который хорошо клинически изложен здесь, вот на этой картинке видно, что это поражение и костного аппарата, мышечного аппарата, страдают кости, волосы, и это все способствует и астонизации пациента, и усилению этой астонизации, которая существует у пациента, исходной из-за онкологического заболевания. Причем здесь опасность гипофосфатомии в том, что зачастую мы, в частности анестезиологи, да я и думаю и хирурги, ее можем не увидеть, потому что гипофосфатомия, она развивается, начинает с 7-го дня после терапии, потихонечку, вы видите на этом слайде, не могу сказать, что это все так резко, но это потом все больше и больше, и весьма значимо ко второй неделе, и длится в приличных очень показателях до 35 дней, а эти 35 дней это уже пациент выпадает из как бы и из внимания лечащего врача и переводится непосредственно на онколога по месту жительства, а здесь мы понимаем есть свои сложности. поэтому исследование 22-го года вы видите говорит очень четко, что карбоксимальтазат железа ассоциируется с тяжелым дефицитом фосфатов, который часто притекает бессимптомно, я подчеркиваю, бессимптомно в начале, поэтому недостаточная осведомленность об этом сложнее, приводит к задержке постановки диагноза и значительной заболеваемости, поэтому нужно при использовании данного препарата следить за гипофосфатомией. Другой препарат, который мы говорили, предпочтительный с точки зрения быстроты в восполнении депо железа, это олигомальтазат железом, представлен на нашем рынке препаратом Монофир. Расчет потребностей, как я говорил, в каждом из инструкции есть свой расчет, он примерно одинаков, но здесь обращайте внимание, официально по инструкции доза препарата от 1000 мг и, возможно, 2000 мг, то есть доза большая, 1000-1500 мг. Мы сейчас будем говорить о нашем опыте, 2000 мг в, скажем, в однократном дозе мы никогда не применяли, но вот эти дозировки мы использовали. И вот легко, достаточная растворимость этих препаратов, они, посмотрите, даже болюсное введение можно и без растворителя вводить, но обычно это 10-20 мл раствора, и вводится в растворе 100-500 мл добавляется непосредственно высокие дозы железа 1000-1500 мг, и введение их, посмотрите, всего лишь 15-30 минут до часа максимум. Эффективность 1500 мг дает эффект через 3 дня с быстрым ростом уровня гемоглобина на 50% на 5-й день, 75% на 10-й, 14-й день, максимум через 3 недели. Не нужна тест-доза, и этот препарат не вызывает гипофосфатомию, в отличие от других внутривенных препаратов железа, или же он может ее вызвать, но с значительно меньшим, с меньшим риском, что мы сейчас с вами посмотрим дальше. И посмотрите, уважаемые коллеги, на это исследование. Но меня всегда пугает тогда, когда есть абсолютный ноль. Абсолютный ноль. Но разница существенная здесь. Работа в очень серьезном издании, 2020 год проводится, при применении олигомальтазата железа не было ни одного случая тяжелой постинфузионной гипофосфат эмии. А вот это исследование тоже в том же журнале 2020 год. Обратите внимание, сравнивается олигомальтазат и карбоксимальтазат железа в 10 раз, в 10, это огромная цифра, меньше риск возникновения гипофосфат эмии. И вот если посмотреть на инструкции к этим двум препаратам, карбоксимальтазат железа, извините, здесь просто олигомальтазат очень долго было бы писать, мы написали тот препарат, с которым работаем, монофир. И вот посмотрите, пожалуйста, сравнили эти инструкции. И инструкции, они очень похожи друг на друга, но есть одно существенное отличие. гипофосфат эмия. При карбоксимальтазата железа она риск частый, вот оно соотношение, а при использовании олигомальтазата железа риск в 10 раз меньше, в 10 раз меньше. Часто говорят о препаратах железа, снова возвращается к аллергогенной, я вот помню хорошо, когда мы проводили с профессором Рыковым конференцию, ему пришли на несколько ответов, да вы помните, какие в нашей практике помните, помните, были осложнения на железо, конечно, возможно, на железо какие-то осложнения, никто об этом не говорит, нет ни одного препарата, который бы не мог бы дать какое-то осложнение, за исключением плацебо, да и тот тоже может дать осложнение через центральную нервную систему, все мы прекрасно об этом знаем. И вот посмотрите, вот она работа, очень интересная работа наших зарубежных коллег, 17-й и 2006-й год, в общем-то, это не такие и поздние работы, да, оценка рисков жизнеугрожающих, жизнеугрожающих и летальность, посмотрите, препараты железа и компоненты крови. и компоненты крови. Разница, но явно в пользу препаратов железа, более безопасных. Это данные литературы, на которые можно сослаться, на которые можно посмотреть. Тем более, для онкологии, когда мы говорим, это неблагоприятное явление, такое, как иммуносупрессия. Наш клинический опыт и клинические примеры. Мы посмотрели, я хочу сказать, честно говоря, это было очень сложно сделать, потому что организационные сложности большие по использованию препаратов железа на догоспитальном этапе, потому что мы можем на догоспитальном этапе эти препараты вводить, по сути дела, на коммерческой основе. Почему? Потому что эти препараты, они не входят в сумму оплат по ОМС на догоспитальном этапе, на поликлиническом этапе. Ну, не входят. Эти препараты относятся к категории в сопровождающей терапии, что, по-видимому, для организаторов взрывоохранения является не столь важным в лечении. И вот посмотрите, были онкогинекологического профиля пациентки с железодефицитной анемией, возраст 37-73 года, выполнялась операция Вергейма. Три группы пациентов. Пациенты с уровнем, исходным уровнем 70-80 гемоглобин, вторая группа 80-90 и третья была 90-110. Олигомальтазат железо вводили дважды по 1000 миллиграмм внутривенно один раз в неделю. То есть, две недели. Что мы получили? Посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги, во всех трех группах получили прирост на 20-25 единиц гемоглобина. И обращают внимание, что более резкий прирост гемоглобина это было при более низком уровне исходном гемоглобина. Но тут можно рассуждать долго, почему это произошло, но мы просто на данный момент константируем факт, что препарат работает, начинает работать на 7-е сутки, и мы видим, что через 2 недели это непосредственно прирост на 20-25 единиц, это по сути дела 1-2 дозы эритроцитарной взвеси, замена именно их гемотрансфузии. Потребность трансфузионной терапии. Я не могу сказать, что мы ушли полностью от гемотрансфузии у этих пациентов, да это и нереально, но вот в группе пациентов, у которых исходно был самый низкий уровень гемоглобина, мы бы переливали бы, выполняли бы трансфузии в 100%, здесь только 36%, то есть почти на 60 даже больше процентов мы отказались от гемотрансфузии, а вот в группе, там где исходная была анемия у пациентов, исходная анемия была 90-110 грамм на литр, прирост произошел в среднем до 110-120 грамм на литр предоперационной мы от трансфузии отказались у пациентов, я думаю, что это все-таки результат. Нежелательные реакции, нежелательных реакций серьезных мы не встретили, в основном это желудочно-кишечная расстройка, тошнота была в одном случае, головокружение, головная боль, но здесь очень важный такой момент еще психологический, растворы железа внешне они не симпатичны, но делаешь, когда их внутримышечно делают, ты не углядишь какого цвета этот раствор, а вот когда внутривенно и ты видишь цвет раствора, который совершенно непрозрачный, что-то такое темное вводится, то у многих ряда пациентов есть, мне кажется, что вот эти идут явления очень много еще психологически. Был случай флебита и паравазального введения препаратов серьезных осложнений мы не видели во всяком случае пока. Вот клинический пример. Пациент 92 года, удаление гигантского опухоли из обрешенного пространства, вы видите массу выделенного препарата, 20 килограмм, такого давно не видели, и наши старожилы тоже в обычный тазик в операционном он вообще не поместился, и вес пациента исходно был 74 килограмма, 20 килограмм пациенту было удалено. В предоперационном периоде вы видите, что у пациента показатели был здесь железодефицит на аноемии в большей степени была, гемоглобин 79 грамм на литр и введена была 1500 миллиграмм капельно был введен непосредственно олегом мальтазат железа монофер и через неделю прирост очень прилично был на 11 единиц и мы приступили к операции. Что дальше и как мы ввели пациента? Это уже тема второго вебинара интероперационная и третьего послеоперационного введения пациентов с аноемией. То есть пациент был в какой-то степени подготовленный это не те 130 грамм на литр которые были но это и не 79 которое было исходно и вот фотографию надо было конечно пациента показать это вот истощенный сам пациент с огромным сдавлением вот этих вот вот этим образованием непосредственно сосудов органов брюшной полости крупных сосудов когда пред и пост нагрузка крайне были изменены конечно выполнять трансфузию этому пациенту как и инфузионную терапию весьма в общем-то опасно это один из вариантов коррекционной минии был и мне кажется довольно удачный был другой случай пациентка непосредственно рак яичников вы видите образование 9,5 килограмм и здесь операция в отличие от предыдущей по понятным причинам какое в общем-то образование вы видите да откуда исходящее оно более кровавое конечно исходно было и вот уровень гемоглобина 79 грамм на литр пациент вводится непосредственно дважды вводили по 1500 миллиграмм и прирост смотрите очень приличный более почти 25 единиц гемоглобина прирост перед операцией и это не разница конечно здесь весьма-весьма большая и опять же выполнение трансфузионной терапии с нагрузкой когда и пред и постнагрузка в данной категории пациента и вот из-за этого образования конечно значимо изменены это оказался более безопасный метод лечения но здесь было благо то что получали квоту довольно длительную на эту пациентку и время было для коррекции она в поле зрения к нам попала я вот это четко говорю было время и в поле зрения она нам попала поэтому на сегодняшний день для нас мы оптимально используем при всем уважительном отношении к другим препаратам все-таки здесь отдаем предпочтение олигомальтазату железа который способен в течение двух недель поднять до 25 грамм на литр если это аномия истинная или смешанного характера железодефицитная аномия истинного или смешанного характера но вот несколько вопросов что нас тормозит я думаю что это серьезно для всех это отсутствие маршрутизации пациентов с аномией вот на поликлинике сегодня наложится такая огромная нагрузка особенно вот в этот инфекционный неблагополучный период что пациентами с аномией там сложно очень заниматься и нет вот этого стартового пути вот этого программы менеджмента крови пациента с начала диагностики на поликлинике и начала терапии терапии с моей точки зрения конечно именно врач семейной медицины врач поликлинического звена должен ставить этот диагноз начинать эту терапию тут вопросы логистическая цепочка осуществима только в отдельных клинических случаях почему потому что по большому счету нет той системы образующей на уровне поликлинического звена по месту жительства мы это к сожалению не увидим когда пациенты к нам поступают здесь недоработка многих структур на сегодняшний день также использование современных препаратов железа на догоспитальном этапе не всегда возможно препараты железосовременные они достаточно дорогие а с другой стороны бесплатно использовать эти препараты мы не можем почему я уже объяснил то есть на догоспитальном этапе это невозможно на поликлиническом этапе если пациент поступает к нам то это можно провести в условиях стационара это уже проблема решаемая и мы будем говорить о результатах когда накануне операции или в день самой операции в послеоперационном периоде стали использовать эти препараты по показаниям и пока эти результаты подготавливаются но мы в свое время доложим и об этом то есть на сегодняшний день надо сказать что у нас в стране в целом система подготовки к операции пациента с анемией в целом пока не сложилось пока не сложилось вот но нужно все-таки быть оптимистами хорошо видящими реалиями и стараться идти по следующему пути это как бы вместо заключения врачи должны учитывать наличие предоперационной анемии и железодефицита на протяжении переоперационного периода с момента принятия решения до операции до полного выздоровления диагноз анемия должен быть поставлен или рассмотрен при всех хирургических вмешательствах ожидаемой кровопотери с умеренной от умеренной до высокой в нашем сопе вот Мария Александровна подскажет мне что это все в сопе нашего учреждения это все учитывается нужно определить уровень сывороточного ферритина ниже 30 мкг на литр является специфическим тестом для определения абсолютного железодефицита однако при наличии воспаления циррактивный белок более 5 мг на литр или и коэффициент насыщения трансферина меньше 20% уровень сывороточного ферритина ниже 100 мкг на литр уже является признаком железодефицита обширная несрочная операция должна быть отложена в непосредственно в онкологии это свои определенные сложности тут много можно поэтому говорить цель предоперационного лечения анемии гемоглобин 130 грамм на литр к этому пытаться нужно стремиться это будущее надеюсь наше замена пероральных препаратов железа рекомендуется пациентам с анемией или железодефицитом в случае планируемой операции за 6-8 недель до после поставленного диагноза врачом в общей практике или терапевтом вот это конечно на этот момент нужно влиять и пытаться влиять на 6-й компонент чтобы это осуществлялось хотя бы не за не 6-8 недель хотя бы чтобы это уже было за 2 недели хотя бы на первом этапе это было бы уже хорошо и пациенту с дефицитом железа следует немедленно начать терапию пероральную препаратами железа при постановке диагноза но опять же это уже речь идет о более чем когда 6-8 недель до операции остается и имеется на сегодняшний день достаточно данных утверждения что пероральные препараты железа являются эффективными и безопасными вот по этому пути мы должны обязаны идти внутривенное ведение препаратов железа должно быть в приоритете у пациентов которые не могут принимать пероральные препараты железа ввиду их непереносимости или если операция планируется в течение менее 6 недель что чаще всего мы на амбулаторном этапе это и видим уважаемые коллеги благодарю вас за внимание и у у Продолжение следует...